Антон, привет. Привет. Спишь уже, да? У нас 20 часа ночи. Извини, Антон, что я беспокоюсь. Думала, может, еще не спишь. Ты, это Лина Юна. Говори, говорю, слушаю. Смотри, ты знаешь, да, что меня доставили в изолятор временного содержания? Угу. Меня, короче, за намордник сегодня задержали, продержали до 2 часов ночи, по-нашему, доставили в изолятор временного содержания. Я, естественно, в изоляторе стала требовать у них, ну, права и полномочия, обувь, досмотр и прочие вещи проводить. Естественно, у них ничего нет. В ее лицо доверенности права действовать нет. То есть я потребовала права и полномочия. А в 8 месяц за это они меня закрыли в камере 2 на 2. Здесь нет даже стула. То есть я сижу на полу. Понимаешь? А откуда у тебя телефон, доступ к телефонам? Вот, смотри, я же отказалась. Я отказалась проходить обыск, чтобы они обыскивали меня. Я отказалась, чтобы они отнимали у меня вещи. Потому что они не могут подтверждить свои полномочия. У вас миску за это они меня вот заперли в камере, где нет даже стула. Это я услышал. Ты сейчас с какого телефона ты говоришь? Со своего телефона. Все вещи у меня. Вещи они не отняли у меня. Вещи я им не отдала. Вот сейчас подошел, требует, чтобы я телефон выключила. Понимаешь? Вот такой вот фашизм, садизм. И с удовольствием вот так они и сгаляются. Дата, время, место, где, когда, кто? Изолятор временного содержания. Писарево 64-31, по-моему. Город. Никто из наших сейчас не сможет опубликовать. Может быть, ты опубликуешь. Я ни до кого зазвониться больше не могу. На мои-то уже спят все новосибирские давно. Отстаньте меня. Алло, слышь, требует, чтобы я телефон выключила. Стоит сервер за мной. Еще раз, что, Антон? Город. Новосибирск, Лена Юн, Антон. Ага. Я-то знал, что не знает. Озвучивай обязательно. Ага. Я же сказала, Елена Юн. Ты не услышал? Добро. Адрес ты назвала. Так, сильно не сопротивляйся к культурно веди себя. Постарайся. А если я спокойно веду, конечно, я всегда спокойно веду. Это что, тебя вместе с вещами в камере держат? Да, да, да. Запихнули меня с вещами в камеру. Не согласна на досмотр, на осмотр. Вот будешь сидеть. А ты в какой-то этот карцер, где, ну, глухой карцер, где нет вообще ничего. Только голые стены. То есть я ночь должна вот тут на полу, на холодном, на бетонном. Вот так вот, понимаешь? Смотри, смотри, снимаешь обувь и садишься с задницей в позе лотоса на эту обувь. Я так тоже начал. Сидеть, спать, снимать. Ладно, все хорошо. Ладно, Антон, смотри, что ты беспокоила. Думаю, вдруг ты еще не спишь. Сейчас я скину всем вашим и нашим. Давай, все, спасибо. Благодарю. Пошли. Пошли. Спасибо. Спасибо.